элина я даже не знаю как про это сказать я просто шла по улице и знаешь кого я увидела просто охренеть я иду у меня до сих пор меня отрежет я вообще не по себе сейчас умрешь если в сан-франциско все время ощущение что ты что-то не успеваешь потому что ты общаешься с людьми и них очень много всех успехов и думаешь блин а я еще вообще не там мне еще и работать и работать то здесь вообще такое ощущение здесь просто ощущение что хочется наслаждаться моментом хочется ценить этот момент хочется посмотреть и поблагодарить вообще вселенную за то что ты так живешь за то что весь возможность это все видите и находясь здесь кажется что просто хочется кайфовать короче взять не заниматься работой а просто заниматься собой просто погулять по улице попить кофе посмотреть на океан посмотреть на скейтеров пройтись по и в откине это основная здесь улица где куча всяких магазинчиков приятных таких и вот просто бы наслаждаться жизнью мы забываем про это мы забываем потому что у нас каждый день есть задача они никогда не закончится всегда нужно найдешь чем себя занять как забить свой день а если не найдешь чтобы же просто сидеть и залепать в инстаграм так вот вместо этого всего можно просто осознанно спланировать планировать свой день это тушим я планирую все заняться обеспечиваемся маккозы мне беспокоится сижу на крыше Не дают мне покоя, не дают мне просто полежать, а так вот на крыше, а что делаешь? Ну просто, ну все красиво в Калифорнии, просто каждый кадр как-то инстаграммабельный. А вот голджим, в котором кто тренировался? Шварценеггер. То есть в теории, если мы проходили здесь несколько лет назад, мы могли просто идти и увидеть Шварценеггера вот прямо тут. Лет 40 назад. А, лет 40? Ну лет 40 назад. Элина, я даже не знаю, как про это сказать. Я просто шла по улице и знаешь, кого я увидела? Просто охренеть. Я иду, у меня до сих пор, меня трясет, меня вообще не по себе. Синочка, ты сейчас умрешь. Мы с Якиным едем в Гагру. Короче, прикинь, Джеймс Франко. У меня реально ощущение, что я сейчас упаду в обморок просто. И я просто прям ходила мимо него. Туда-сюда, туда-сюда. Да. Ой, Госпак, если бы я знала, я бы не потела так сильно на йоге. Только не говорила, что это твоя жена. Как жена мне стесняется подойти к Джеймсу Франко, который вообще выглядит как обсос. Она почему-то очень стесняется. Она единственный фанат Джеймса Франко в мире. Ну так, чтобы он не верил, что его снимаешь. Да, верно. Блин, просто сколько раз в жизни я говорила, что идеал мужчины это Джеймс Франко и кто бы мог подумать. Я считаю, что он бомж. Что он такой прямо рядом с нами ходит по улицам. Не, он на самом деле все равно красавчик. Но 10 лет назад был получше точно. И реально просто ходит Джеймс Франко и никто вообще на него внимания не обращается. Он вообще нахер никому не нужен. Если бы он хорошо выглядел, он бы нахер никому был не нужен. А когда он выглядит как бомж, то и подавно. Только одна моя жена стесняется подойти и попросить фотку. Ну надо сказать, что он в жизни выглядит чуть похуже, чем на фото. Чуть-чуть это такое, типа, understatement. По-русски. Я вот теперь и так буду жене говорить, поэтому она меня гнобит за то, что я в спортивках хожу. Скажу, это стайлиш, понимаешь? Просто жить в доме, мимо которого ходит Джеймс Франко. Это вообще как? Ник просто не понимает, потому что у него нет celebrity crush. Он как бы ко всем такой, типа, ну Джеймс Франко, это Джеймс Франко. Ну Шарлис, ты хороша. А у меня вообще big crush. Ну был, был. По свадьбе. Мне кажется, был до того, что тебя сейчас не встретил. Не-не, он все равно классный. Ну просто он немножко, правда, не совсем как я себе представляла в своих эротических фантазиях. Это просто невероятно красиво. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Все равно. Играть мораль ещё не все. Но я всегда считаю это крас INFORM. Снимаем. Очень красиво тут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова